Привет, мои дорогие друзья и любимые подписчики! В этом занятии мы рассмотрим такое явление в грамматике итальянского языка, которое называется герундий, ну или же, если в оригинале, то gerundio. В русском языке эта форма соответствует депричастию. Итак, герундий отвечает на вопросы, что делая, а также что сделав, то есть есть еще форма прошедшего времени. Обращаю ваше внимание, что когда глагол стоит в форме герундия, он является обезличенным, то есть таким образом он не относится ни к какому лицу, то есть не то, чтобы там я, там что-то ты, он, она, вот, а просто как бы никто в общем. Ну и для того, чтобы хорошо и отчетливо себе представлять, о чем идет речь, давайте поставим в форму герундия некоторые глаголы в русском языке. Итак, глагол слушать, что получается? Слушая, что делая, слушая. Глагол думать, что делая, думая. Глагол читать, что делая, читая. Или же формы герундия в прошедшем времени. Что сделав, подумав. Что сделав, почитав. Что сделав, послушав. Читая книгу, я узнал много полезной информации. Или же пример там, где форма прошедшего времени. Прочитав книгу, я узнал много полезной информации. И теперь давайте посмотрим, как же образовать формы герундия в итальянском языке. Итак, если это герундия в форме настоящего времени, то нам нужно взять инфинитив глагола. У этого инфинитива убрать стандартные окончания, те самые, которые are, ere, ire. Останется основа, корень глагола. И вот к этому корню мы добавляем два типа окончания. Либо же окончание ando, это для глаголов, которые заканчиваются на are, либо же окончание ando, это для тех глаголов, которые заканчиваются на ere, ire. И давайте посмотрим, что у нас получается. Ну, если взять глагол ascoltare, слушать, то у нас получится форма ascoltando, слушая. Если взять глагол comprare, покупать, то получится форма comprando, покупая. Pensare, думать. Pensando, думая. Guardare, смотреть. Guardando, смотря, просматривая. Давайте здесь сразу рассмотрим несколько примеров. Например, guardando il film, visto il mio attore preferito. Просматривая фильм, я увидел моего любимого актера. Ascoltando la musica, mi è venuta la volia di ballare. Слушая, прослушивая музыку, мне пришло желание потанцевать. Ну, и leggendo libro, ho scoperto tanta informazione utile. Читая книгу, я открыл много полезной информации. Дорогие друзья, также я хочу обратить ваше внимание на то, что, когда мы ставим глагол в форму герундия, форму депричастия, в принципе, неправильных глаголов нет. То есть все глаголы здесь являются правильными. Ну, может быть, кроме двух. Это глагол fare и глагол dire. Дело в том, что они очень маленькие. И если мы попытаемся найти у них корень, основу, то от глагола fare останется одна буковка F. Потому что окончание are, fare, are убрали, осталось F. То же самое глагол dire. И вот специально для них, для формы герундия, немножечко изменили основу. У глагола fare форма герундия получилась facendo. То есть не fando, а facendo. И у глагола dire она получилась dicendo. Ну, а теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, каким же образом образовать форму герундия в прошедшем времени. Итак, для этого нужно взять за основу форму из прошедшего времени passato prossimo. Как вы помните, она состоит из вспомогательных глаголов avere или essere, за которым следует основной глагол в форме причастия прошедшего времени. Это то самое, которое образуется с помощью окончаний ато, уто, ито, ну, или же неправильной формы, которую нужно знать наизусть. И вся разница заключается лишь в том, что здесь мы вспомогательный глагол avere, либо же essere ставим в форму герундия, то есть добавляя окончание endo. Ну, поскольку здесь речь идет у нас о глаголах avere и essere, оба из них заканчиваются на r, поэтому используем окончание endo. Ну, и давайте попробуем поставить уже первый глагол в форму герундия в прошедшем времени. Давайте сделаем это с глаголом comprare. Итак, глагол comprare в passato prossimo спрягается с глаголом avere. Соответственно, глагол avere ставим в форму герундия, получается «avendo» плюс причастие в прошедшем времени «comprato». Получается «avendo comprato». И переводится это как «купив». «Avendo comprato il novo libro» – «купив новую книгу». «Avendo comprato il novo libro» – «sono rimasto molto contento». «Купив новую книгу» и остался очень доволен. Ну, и давайте попробуем поставить в эту форму некоторые другие глаголы. Глагол «guardare» – «смотреть». Получается форма «avendo guardato» – «посмотрев». Глагол «pensare» – «dumat». «Avendo pensato» – «podumav». Глагол «ascoltare» – «sлушать». «Avendo ascoltato» – «possлушав». Глагол «legere» – «cittать». «Avendo letto» – «prочитав». Ну, и давайте посмотрим некоторые примеры употребления герундия в прошедшем времени. Например, «Avendo ascoltato una bella canzone, son andato a ballare». «Possлушав прекрасную песню, я пошел танцевать». «Avendo letto i vostri argumenti, son rimasto molto contento». «Почитав ваши комментарии, я остался очень доволен». Ну, или же такой пример. «Essendo arrivato la spiaggia, son andato acercarum posto miliore». «Придя на пляж, я пошел искать самое лучшее место». Также обращаю ваше внимание, дорогие мои друзья, что в русском некоторые глаголы очень затруднительно поставить форму депричастия. Например, попробуйте поставить в эту форму глагол «писать». Напишите об этом в комментариях, что у вас получилось. А также еще один очень важный момент. Я прошу вас не путать форму герундия с продолженным временем в итальянском языке. Это то самое время, которое образуется с помощью вспомогательного глагола «starre», который спрягается по лицам. И основной глагол ставится в форму герундия. Но он ставится в нее просто технически. И когда мы говорим «сто манджандо рапица», «сто пенсандо дюна коза», «сто леджендо либро», это никакой не герундия, а это продолженное время, которое описывает в первую очередь действия, происходящие в текущий момент. И это похоже на время «континиус», которое присутствует в английском языке, например. Ну и кроме того, это время может описывать какой-то продолженный во времени процесс, но он одновременно и текущий. То есть, допустим, в этом месяце я посещаю спортзал. «In questo mesi so frequentando la palestra». То есть действие здесь, конечно, происходит не в этот конкретный текущий момент, но, тем не менее, оно растянуто во времени и оно описывает процесс. Что вот как бы как раз сейчас, в это время, в этом месяце я посещаю, активно посещаю спортзал. В этом значении вот данное время, продолжительное, продолженное, тоже может быть использовано. Также оно имеет вариант в прошлом времени, то есть продолженное прошедшее время, когда мы берем за основу ту же самую конструкцию, то есть глагол «старый» плюс основной глагол в форме герундия. И глагол «старый» вставим форму «imperfetto». Получается «stavo, stavi stava», «stava mo stavate stavano». Ну и плюс, как я уже сказал, основной глагол в форме герундия. Ну давайте посмотрим, что получается. «Use non teo visto quando sei entrato, perché stavo lavorando». Извини, я не заметил, как ты зашел, потому что я работал в этот момент как раз, то есть находился в процессе работы. Вот именно в таких ситуациях нам очень хорошо подходит вот это прошедшее продолженное время, которое в итальянском языке есть. И я подчеркиваю, что в итальянском языке в качестве прошедшего, продолженного времени используется вот эта форма именно, а не «imperfetto». Потому что «imperfetto» просто нам говорит о каком-то имевшем место быть, но незаконченном, незавершенном действии. То есть оно было, неизвестно, чем закончилось, но оно не показывает вот этот вот имевший место быть процесс протяженный. С помощью «imperfetto» мы можем сказать такую фразу «prima comprava i gambareti da questa vornitore, ad esso lo cambiato». Раньше я покупал креветку у этого поставщика, а сейчас я его поменял. То есть раньше покупал у него, а теперь больше не покупаю. Но это ни в коем случае не продолжено какое-то действие. Мы не показываем процесс, что вот я там ходил, покупал, собирал. Вот. А если мы это хотим делать, что вот я как раз стоял и покупал креветки у этого поставщика, то нужно использовать вот это время, продолженное, о котором я говорю. Мы тогда скажем, что, «quando mi ha chiamato, io stavo comprando i gambareti da questa vornitore». Ну или просто stavo comprando i gambareti. То есть когда ты мне позвонил, я как раз покупал креветки. Вот здесь это время как раз подходит. Поэтому, дорогие друзья, я вас прошу, не путайте вот эти вот две совершенно разные вещи. Сам по себе герундий и продолженное время, которое технически просто образуется с помощью вот этой формы герундия, где основной глагол в этой форме стоит. Но там еще есть вспомогательный глагол, старый, который, если это продолженное настоящее, просто по лицам спрягается. А если это продолженное прошедшее, то уже ставится форму imperfetto и тоже спрягается по лицам. То есть получается io stavo comprando i gambareti. Я покупаю креветки прямо сейчас. Либо же это может быть какое-то продолженное во время действия. Либо же stavo comprando i gambareti. То есть я покупал креветки в этот конкретный момент. Либо же опять продолженное, какое-то растянутое, но продолженное в прошлом действии. Это per mesi stavo comprando i gambareti da questa vornitore. В течение месяца я покупал креветки у этого поставщика. Не забываем подписываться на канал. Те, кто смотрит видео без подписки, должны обязательно подписаться. А те, кто уже подписан, убедитесь, что вы нажали колокольчик. Потому что если вы не нажали колокольчик, вы не узнаете о выходе нового урока. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь, потому что совсем скоро мы увидимся в следующем занятии. Чао-чао!